Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень обидел своего супруга, я целовался с его другом, я этого не помню, мы выпивали, я отключилась. Утром он мне все рассказал, я попросил прощения. Мне сказал, что простил, но теперь каждый день мне об этом напоминает. Да, я очень виноват, но что мне сделать, чтобы он меня простил? Такой вопрос задает его аноним, вот, соответственно, давайте будем разбирать. Здесь у нас имеет место быть несколько важных вещей, на которые хотелось бы обратить внимание автора вопроса. Ну, во-первых, вы говорите, я очень обидела своего супруга. Не знаю, думали вы об этом ранее или нет, но вы не можете знать, обидели вы его или нет чем-то. Потому что это, так скажем, его реакция и только его реакция. Вы не можете знать, обидели вы его или нет. Потому что только другой человек может, собственно, обидеться. И только другой человек может вам, ну, вот, как-то сказать, сказать о том, что, знаешь, меня обидно. Только он, другой человек, может это сделать. Но никак не вы сами. Поэтому здесь хочется вас спросить примерно следующее. Значит, как вы пришли к тому, что вы его обидели? Это первое. Второе. Вы пишите, что, значит, вы целовались с другом, что вы напились, отключились, ничего не помните. Наутро он вам рассказал. Как-то вот здесь волей-неволей приходит такая мысль. А уверены ли вы, что вы вообще с его другом, как бы, целовались? Ну, вообще. Вы этого не помните, а, собственно говоря, подтверждения-то тогда какие? Какие подтверждения того, что вы целовали с его другом? Как говорится, факты, факты и еще раз, факты. Хотелось бы, честно говоря, хотелось бы побольше вот этих самых фактов. Понимаете? Одно дело, если бы вы знали и помнили то, что вы целовали с кем-то. Это одно дело. Другое дело, что вы не помните. Поэтому тут как-то вот, на мой взгляд, вы несколько, знаете, ну, торопитесь, как будто, что ли, принимать на веру то, что вам говорят. А, не самое, честно говоря, лучше, э-э-э-э, паситься. Потому что ей можно, э-э, в общем и целом, э-э-э, ну, манипулировать. Тем, что вы не помните, а вам как бы вот, ну, какие-то факты говорят. Это такой момент. То есть обязательно нужны подтверждения. Если подтверждения нет, то волей-неволей этот вопрос, он возникнет. Понимаете, да? Вот. Дальше. Вы говорите о том, что вы напились и отключили. Значит, я не думаю, что это происходит просто так. Обычно человек напивается и отключается, когда он хочет от чего-то уйти. Чего-то избежать. Проигнорировать какую-то проблему, которую он не может решить. Вот. Понимаете, да? Поэтому в Англии стоит спросить себя, что в моей жизни такого есть неудовлетворительного, от чего бы я могла пытаться сбежать, пытаться уйти. неудовлетворительный. Это очень важно. На мой взгляд. На мой взгляд, это очень важная деталь. Не будет, повторюсь, человек просто так напевать. У вас, скорее всего, есть какие-то трудности. Вам, скорее всего, что-то не нравится, вас, скорее всего, что-то напрягает. Это нужно в первую очередь разобрать. Во вторую очередь нужно это признать. увидеть и посмотреть, что же я, собственно говоря, хочу это делать. Что я хочу, что я хочу с этим вообще делать. Да? Ну, для этого, как вы, я надеюсь, понимаете, для этого вам точно, как я надеюсь, вы понимаете, нужно признать, что проблема есть, что она существует. И только тогда вы сможете сделать так, чтобы, условно говоря, это больше не повторилось. Только так. Никак иначе, никак по-другому. Сейчас вы проблемы, проблемы или нескольких проблем, к сожалению, избегаете. И это может быть той причиной, по которой с вами происходит то, что происходит. Захотите ли вы это решать или не захотите вы это решать? Серьезный вопрос. Дальше. Вы пишете о том, что попросили прощения. Что вы своему супругу, да, могли сказать? Вы могли ему сказать, что, например, я больше так не буду, что я не хотела, но давайте честно признаю, что чего-то вы все-таки хотели. Ведь пить-то вас никто не заставлял. А об этом своему супругу вы ничего не сказали. Не заявили ему вы о своих желаниях, которые у вас есть, но которые, скорее всего, вы подавляете. И вот это как раз таки и является, на мой взгляд, самым важным, ну или одним, если угодно, из самых важных аспектов. Что у вас есть определенные желания, у вас есть определенные потребности, а вы об этом не заявляете. Вместо этого у вас есть чувство вины, которое не возникает, как мне кажется, на ровном месте. Чувство вины появляется очень часто, когда человек, ну, так скажем, подавляет в себе свою злость, подавляет в себе что-то, что может называться им самим. Подавляет в себе что-то, что может называться его личными границами. Что-то, что может называться им самим. Если вы в себе подавляете, чувство вины возникает. Потому что вы это загоняете как бы вглубь себя. А есть предел. Есть предел того, что можно вглубь себя догнать. Это достаточно для комфортного существования немного. К сожалению или к счастью. для человека, который избегает проблем. Конечно же, это скорее к несчастью. Но, рано или поздно, то, что вы в себе подавляете, начнет о себе заявлять. По-другому, к сожалению, не случается. Поэтому чувство вины, которое у вас возникает, происходит. Не потому, что вы виноваты перед своим мужем. Точнее, это, если угодно, вторично. Это не первичная история. Первичная история, она про другое. Она о другом. Она о том, что вы в себе подавляете. Она о том, чего вам не хватает. И о том, что вы с этим делаете. Что-то мне подсказывает, что, судя по вашему, по крайней мере, описанию, вы с этим привыкли не делать ничего. Понимаете, да? И ничего в таком случае удивительного нет в том, что вы чувствуете вину. Понимаете, да? Какая штука. Ну, а ваш супруг, чувствуя, в общем, так, вот это, то, о чем я говорил сейчас, чувствуя вот эту историю как раз, ощущая ее, ощущая то, что вы, ну, склонны как-то вот себя подавлять, просто отражает вам то, что вы, и так чувствуете. И так чувствуете. Просто отражает вам то, с чем вы, как мне кажется, и так живете. Ваша задача, на мой взгляд, как следует, в себе разобраться. Ваша задача, на мой взгляд, увидеть и определить, чего вы хотите, а не по привычке, так как вы это делаете сейчас, пытаться вымолить у супруга прощение. Ну, вы вымолите у него прощение и все равно какое-то время опять будет хорошо. Только до поры до времени, пока снова не будет ситуации, где вы сможете или где вы захотите, скажем так, себя как-то еще проявить. А вы себя, конечно же, захотите как-то еще проявить, потому что человек, такое существо, ему нужно себя где-то проявлять. Если вы не проявляете себя в привычных для себя, ну, моментах, например, то вы будете искать способы проявить себя где-то в других местах. Здесь все довольно-таки просто. Но просто понятно, это просто на словах, как вы можете сами видеть. Это просто на словах. На деле же ситуация не такая простая, как можно сказать. Потому что на деле речь идет о том, как мне кажется, чтобы изменить ваше отношение к жизни, чтобы изменить ваше восприятие себя, например. На деле речь идет об этом. И от того захотите ли вы менять себя, захотите ли вы действовать, например, как-то по-другому, а не так, как вы действовали до сих пор. Зависит то, как будет складываться ваши отношения дальше с, допустим, вашим супругом, с, допустим, его другом и с другими вообще, в принципе, людьми. Вот. Понимаете, да? Поэтому я рекомендовал бы вам сейчас оставить своего супруга с тем, что он обижается. Потому что, как довольно верно, на мой взгляд, заметил мой коллега, вы попросили прощения. Этого достаточно. Но этого достаточно для него. Больше вы сделать ничего не можете. Но виной вашей можно манипулировать. Если вы этого не хотите, то, наверное, хватит перестать, эээ, хватит, эээ, ну, как бы, вести себя, вот, как будто вы виноваты. Вот. Понимаю себя. И давайте более, так скажем, конструктивным действием. Потихонечку. Переходите. Мне кажется, это не так сложно, если у вас есть такое желание. Да? Понимаете? Понимаете, о чём я говорю? Понимаете, что я пытаюсь сказать? Вот такой ответ я могу вам сейчас дать. Я не исключаю, что он не совсем тот, который вы ожидали. Я не исключаю того, что вам он может не понравиться. Ну, потому что, хотя бы, эээ, это может быть, эээ, связано, допустим, с тем, что вы хотите какого-то конкретного решения, но, увы, мы вашего мужа не знаем. То есть, если бы мы вашего мужа знали бы, допустим, эээ, ну, тогда бы, возможно, мы могли бы вам подсказать. Да? То есть, мы могли бы вам подсказать, что, вот, эээ, там, эээ, нужно, соответственно, эээ, действовать, эээ, вот, в определённом, эээ, ключе, и тогда он, ваш муж, вас смонит, простите. Потому что мы, эээ, в таком случае мы бы, эээ, его бы знали. А мы его, к счастью, или, к сожалению, мы его не знаем. Понимаете, да? И, соответственно, никакого, готового, готового решения у нас нет и быть не может. И я, в принципе, совру, если скажу, что это, что это нехорошо. Потому что дело не в том, как вы вымерите у него прощения. Дело в том, на мой взгляд, чтобы вам оставаться собой. Вот. Что. Важно. И именно этому я хотел бы, чтобы вы научили. Либо с нашей помощью. Либо с помощью другого, эээ, других специалистов, если, эээ, вы захотите обратиться к нему. Ну, чтобы вы что-то делаете. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду вам, эээ, благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Эээ, желаю вам, эээ, всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.